В лесах звание короля животных по праву принадлежит медведю. Внушающие размеры и безграничная сила делают его серьезным соперником для любого существа. Зверь уже долгие годы обитает на большинстве материков и делится на различные виды, которые обладают определенными особенностями. Люди непрерывно изучают повадки медведей и делают удивительные открытия. Более того, некоторых из них человек научился приручать. Медведь является самым крупным хищником на планете, превосходя по габаритам даже льва и тигра. Зверь гуляет по земле уже практически 5 миллионов лет, и за это время успел закрепиться в статусе одного из самых опасных. Размеры разных видов находятся в диапазоне 1,2 до 3 метров, а масса варьируется от 40 килограммов до тонны. Медведи обладают массивным телом, толстой шеей и большой круглой головой. Хищник наделен мощными челюстями, которые помогают разгрызать любую пищу. По бокам от мелких передних зубов располагаются большие клыки. Передвигается зверь на толстых согнутых ногах. Интересный факт. Из-за того, что лапы медведя немного выгнуты в сторону, он косолапит? Но это не мешает ему быстро бегать, развивая скорость до 50 километров в час. Медведь не только хорошо ориентируется в лесной местности, но и прекрасно плавает. Любой вид способен преодолевать большие расстояния по воде. А белый и вовсе имеет на лапах перепонки, позволяющие плавать еще быстрее. Зверь прекрасно лазает по деревьям, взбираясь на них буквально за несколько секунд. Все это делает его отличным преследователем, который в любых условиях может догнать добычу, где бы она ни пряталась. Слух и зрение у медведей развиты слабо, чего не скажешь об обонянии. Животное способно учуять даже слабый запах и определить направление, откуда он исходит. Благодаря этому оно отлично ориентируется в пространстве. Цвет меха медведя зависит от его видовой принадлежности. Он может быть черным, бурым, белым. Цвет кожи также определяется данным параметром. У белых кожа под шерстью черная. Это помогает получать больше тепла от солнечных лучей в условиях холодного климата. У бурых она серая. Иногда у медведей встречается редкое заболевание, из-за которого шерсть на теле практически полностью отсутствует. Наиболее известной в этом плане является самка Долорис, проживающая в зоопарке Лейпцига. Все виды медведей ведут оседлый образ жизни. Исключением является белый, который может периодически кочевать и занимать новые территории. Медведицы проживают вместе с детенышами, пока они осваиваются в окружающем мире. Взрослые мужские особи держатся поодиночке и занимают определенную локацию. Если в одном лесу обитает несколько особей, то каждый соблюдает установленные границы, охотясь только на своих землях. Интересный факт. Медведи помечают территорию, оставляя отметины на деревьях с помощью когтей. Также свои границы зверь обозначает с помощью запаха. На протяжении дня медведь гуляет по своей территории и ищет пропитание. Вдоволь наевшись, хищник возвращается в берлогу, большую нору вырытую в земле. Там он спит и отдыхает. Ближе к зиме зверь начинает поедать пищу в больших количествах, чтобы набрать вес. С наступлением холодов он впадает в спячку, и его организм функционирует за счет жира, масса которого может доходить до 200 килограммов. Этого оказывается достаточно, чтобы находиться в состоянии анабиоза несколько месяцев без вреда для здоровья. Медведь прекрасно адаптируется к окружающим условиям и способен есть практически любую пищу. Они могут поедать как ягоды и плоды деревьев, так и различных животных, кролики, лоси, олени и другие травоядные могут оказаться в животе у зверя. Особи, живущие недалеко от водоемов, могут заходить в них и ловить рыбу. Медведь обладает отличной реакцией, что позволяет схватить любое быстрое существо даже под водой.